Скажите, пожалуйста, информативно ли сдавать прогестерон на ранних сроках? Прогестерон на ранних сроках мы иногда назначаем. Он является таким гормоном, который выделяется желтым телом в пульсирующем режиме. То есть он не постоянный, его уровень в крови, а такой пилообразный. Выделился, повысился прогестерон перед следующим выделением, соответственно, на более низком уровне. Поэтому не всегда можно чётко понять, достаточен ли уровень прогестерона, который мы посмотрели, для того, чтобы беременность протекала нормально. Поэтому по уровню прогестерона, только по нему, не делаются обычные назначения прогестерона дополнительно. Смотрится ещё по клинической картине. Есть ли жалобы какие-то у женщины. Смотрится клиническая картина целиком. То есть были ли раньше, не в нашем. То есть для прогестерона, для назначения препаратов прогестерона, есть кроме уровня прогестерона в крови, есть ещё другие показания. Например, допустим, мысль макоцервикальная недостаточность в предыдущих беременностях, беременность двойной, какие-то ещё вещи. Просто по уровню прогестерона мы обычно не назначаем препараты. Поэтому сказать, насколько информативно, его можно смотреть, но не ориентироваться по нему целиком. Конечно, когда уровень в пределах нормы, он ближе к верхним значениям, то вряд ли есть дефицит прогестерона. Иногда бывает недостаток не самого прогестерона, а, допустим, ткани матки не так чувствительны к нему. То есть здесь много вариантов, да, мы иногда его берём, если уж он совсем низкий, да, ниже референса, плюс есть у женщины жалобы, то это может явиться показанием к назначению препаратов прогестерона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова